Учимся на примере картины Леонардо да Винчи «Леда и лебедь» изображать статичного человека и при этом иметь иллюзию движения. Вот смотрите, он взял эту девушку, наклонил голову, шар головы, наклонил влево и вниз. И вот давайте по средней серединной линии он вот так наклонил, так, для того, чтобы показать иллюзию движения, он будет все время сейчас все части тела наклонять в чуть-чуть другие стороны относительно предыдущего. Вот смотрите, вот так он ее наклонил, это брови, вот нос, да, вот ротик, вот так он ее наклонил, так. Теперь дальше пошли. Дальше пошли. Что он сделал с... Это шар, 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 да. Что он сделал с шеей? Шея – это поворотный момент. Смотрите, он ее вот так сделал с шею. И вот давайте сразу средне-серединная линия куда пошла? Вот она куда пошла. Кадычок вот, и вот яремная. Вот шея – это поворот головы относительно торса. Дальше. Что он сделал с торсом? Давайте смотреть. Голова смотрит сюда, а торс смотрит. Посмотрите, куда средне-серединная пошла. Вот грудь, грудь, так. Вот ключицы. И вот посмотрите, что он сделал с торсом. Видите? Вот торс пошел. Видите, средне-серединная отсюда шла. Ага. Теперь шея, грудинно-ключичные сосовидные мышцы помогли повернуть торс совсем в другую сторону. И вот как овал пошел. Смотрите. Вот как овал пошел, грудь. Вот как овал пошел. И давайте доберемся, сейчас пока без рук, я позже расскажу, до овала талии. Вот, да? Смотрите. Дальше что он делает? Дальше он делает еще другое скручивание. Теперь он возвращается опять в эту сторону, и ее таз скручивает вот в эту сторону. Вот он какое движение показывает. Видите? И вот пупок. Кто такой пупок? Пупок – это такое, знаете, углубление в животе. И вот он, таз – это шар, да? Вот он что сделал. Сделал так. А здесь он в таз вставляет, вот промежность, он вставляет ноги. И смотрите, что он делает. Он бедро, еще бедро левой ноги еще больше заворачивает сюда. Вот середина бедра, вот коленка, да? Еще больше заворачивает сюда. Вот средне-серединная линия, да? А голень, он берет и заворачивает относительно коленки в эту сторону. То есть, вы понимаете, они все между собой с овалами-то соединены, но все время они смотрят чуть-чуть в другую сторону. И вот получается иллюзия движения. Вот предплюсно, плюсно. И смотрите, как он еще плюсно развернул, еще чуть-чуть в другую сторону. Еще чуть-чуть в другую сторону. Он же и не развернул точно так же, как икру, да, в эту же сторону. Раз – и завернул. И получается иллюзия движения вроде бы как подтанцовывает. А с этим бедром что он сделал? Он вот сюда его привел, вот средне-серединная, да? Вот коленочка, да? И поставил ее ногой, которая уперлась. Она называется опорная. И, конечно, вот шарик. Пяточки. А потом раз и опять плюсно разворачивает в другую сторону чуть-чуть. И вот она стойка. Помните, Венера-Милосская? У нее тоже такая же стойка. Вот эти направления среднесерединных линий, как соединительных овалов цилиндров в разные стороны. Видите? А теперь посмотрите, что он с рукой сделал. Давайте. Вставим теперь руку для того, чтобы она лебедя обняла. Смотрите. Он берет, вставляет плечо и двигает его. Давайте вот вроде как у плеча среднесерединная линия есть. И двигает вот куда. То есть, вы представляете, вот так идет торс, а плечо он вставляет и вот куда он двигает этот цилиндр. Представляете? Вот локоточек, да? И потом предплечье тоже еще в другом направлении. Ци немножко. Вот среднесерединная. А смотрите. А кисть еще в другом направлении. Вот мизинчик, да? Кисть. Представляете? Раз направление, два направления, три направления. И там еще одна рученька с той стороны в перспективе удаления. Видно, которая обнимает лебедя с другой стороны немножко. И вот здесь еще вторая кисть. Вот. Здесь вот этот лебедь. Просто я вам хочу показать, насколько гениальный человек, чтобы из простой женщины, которая бы могла стоять все в одном направлении, он ее сделал, движущейся на нас, танцующую с лебедем.